Приветствую всех у себя на канале. Сегодня я решил совместить полезное с приятным. Сейчас обед. Я решил приготовить для себя утиную грудку. А так как сейчас сезон спаржи, то грудка будет со спаржей. В принципе у меня про спаржу достаточно материала на канале. Как касаемо соуса к ней и как она готовится. Как зеленая, так и белая. Все это есть. Ну, на всякий случай я оставлю все ссылки. Утиную грудку я уже подготовил. Она у меня уже примерно 2 часа лежит в тепле. Эта грудка была заморожена. Достав ее из полиэтиленового мешка, обсушил. И буквально вот сейчас за 15 минут до жарки я ее посолил. Следующим шагом я грудку подготавливаю эйвмина. Я просто ножом надрезаю кожу утки. Стараюсь надрезать кожу так, чтобы не прорезать ее полностью до самого мяса. Но если даже у вас не получится, или может быть у меня не получится, не обращайте на это особого внимания. Ничего страшного не произошло или не произойдет. Грудку переворачиваем и также делаем надрезы с обратной стороны. То есть делаем вот такие вот рауты. Все, готово. Грудку я на данном этапе не перчу. Сейчас можно здесь срезать пару жилок. Так как они будут не очень приятны при поедании грудки. Собственно говоря и все. Передвигаюсь к плите и обжариваю грудку. Добавляю жира буквально чуть-чуть. Да, жир у меня говядина, если что. Но это не имеет значения. Говядина у вас это жир или свинина, или просто растительное масло. На ваше усмотрение, что у вас есть. И обжариваю грудку с обеих сторон. Обжаривал примерно с одной стороны две минуты. Другими словами, просто до золотой корочки. Для обжаренной утки я создал благоприятную среду. Я поместил немного розмарина, немножко тимьяна. Укладываю грудку на растительность. И сверху также немного ботаники. Один зубчик чеснока. Картофель я отваривать не стал, так как картофель у меня уже есть. Но чтобы придать ему свежесть, пару тоненьких слайсов сала превосходно подойдут. Доготавливать грудку я буду в духовке. При температуре 120 градусов до внутренней температуры 62-63 градусов. Здесь я хочу просто еще раз сказать, так как я люблю грудку сочную, меня эта температура вполне устраивает. Если же вы по каким-то причинам вам покажете, что она сыровата, то есть вы доводите на 2-3 градуса больше. Это на ваше усмотрение. Я вам просто покажу в конце, когда она приготовится, какая она внутри. Пока я ее просто убираю в духовку и подготавливаю соус. Вот в том жиру, что остался от утки, я добавил обрезки. И я добавил немного сельдерея, лука и моркови. Тщательно обжарю. Добавлю буквально половинки чайной ложки томатной пасты. Вообще у меня есть готовый деми-глаз. Как он, кстати, готовится, есть у меня на канале, вы можете посмотреть. Но в данном случае я не хотел выбрасывать обрезки, а опустить их в дело. Как только эта вся конструкция у меня немного подрумянится, я просто ее отброшу на сито, чтобы избавиться от лишнего жира. Добавлю немного вина. Добавлю в моем случае деми-глаз, потому что у меня есть. Если у вас нет, вы можете работать именно с этой основой. Я, как правило, мясо ем только с соусом. Если у вас есть вкусный соус, даже самое неправильное или плохо приготовленное мясо будет под соусом выглядеть довольно неплохо. Овощи я отбросил на сито. Теперь я удаляюсь от излишков жира. Лишний холестерин нам в организме не нужен. Отправляю овощи обратно. Добавляю немного красного вина. Ну и добавляю немного вина Мадейра. У меня, как правило, для темного соуса всегда имеется либо вино Мадейра, либо портвейн. Отправляю выпариваться и добавлю немного деми-глаза. В вашем же случае, если нет деми-глаза, просто немного соус уварите, загустите в растворенном воде кукурузным крахмалом и загустите соус. Вбросьте в сито и все, соус у вас готов. Ну, только не в раковину, конечно, а в какую-нибудь емкость. Отправляю на плиту увариваться. Ну, утку я уже запускаю. Буду я ее готовить при помощи термометра. Готовится утка будет примерно минут 25, возможно, 30. Поэтому я ее загоняю уже сейчас. И минут через 10 начну отваривать спаржу. Мясо выставляем. В данном случае мясо я не выставляю, как будто именно, что говядина, свинина, индюшатина. Не суть важна. В нашем случае важна температура. Так как мой термометр врет, я это знаю, на 4 градуса, поэтому я выставляю 66. В итоге у меня будет 62. Как определить, насколько врет ваш термометр, я уже вам показывал. То есть зажать двумя руками щуп и посмотреть, насколько температура продвинется. То есть так вы можете просто узнать, насколько ваш термометр врет. Ну и кнопочку старт. Время пошло. Что касается спаржи и голландского соуса, у меня уже все для этого готово. Я беру на 100 грамм сливочного масла один желток. Этого соуса хватит на один раз поесть двум взрослым людям. Так как я спаржу люблю, я себе в данном случае приготовил 200 грамм свежего продукта. Сегодня 1 мая и спаржа на данный момент составляет, ну я по крайней мере купил на рынке за 3 килограмма, я отдал 10 евро. Цена вообще превосходная. Квалитетом спаржи я тоже доволен. Очищенная спаржа может спокойно храниться в смоченном холодной воде полотенцем 3-4 дня. Ну обязательно, конечно, пленку нужно будет поместить. В желток я уже добавил 2 столовые ложки. Ну мы в Германии называем это редукцией. В России, скорее всего, это называют гастрик. Не гастрит, а гастрит. Ну это такой кисловатый бульон. Он, во-первых, придает соусу вкус, частично предотвращает сваривание яйца, когда мы его готовим на водяной бане. И не дает желтку просто-напросто на водяной бане высохнуть. Скажу вам по секрету, у меня остаток стоит в холодильнике с прошлого года. Так как это кислая среда, с ним ничего абсолютно не будет. Хранится он у меня в обыкновенной пластмассовой посуде с крышкой. Это просто удобно, чтобы мне каждый раз не готовить его специально. Один раз сварил и пользуюсь я на здоровье целый год. Точнее сезон. Сливочное масло не обязательно должно быть топленым. Я, как правило, свое сливочное масло просто накрываю емкость пищевой пленкой и отправляю в микроволновую печь на одну минутку. Пищевая пленка нужна для того, чтобы просто масло будет брызгать. Если вы не хотите, чтобы у вас забрызгало все и вся, то накрывайте пищевой пленочкой. Ждем грудку и затем отвариваем спаржу. Утка находится у меня уже в духовке 10 минут. Я начинаю отваривать спаржу и взбивать соус. Бульон для спаржи уже вот-вот закипит. Здесь находится соль, сахар и половинка лимона. Да, и при варке бульона я добавляю очистки от спаржи. Ну их я уже удалил. Отправляем чашку на водяную баню и сюда же помещаю желток с гастриком. Ну и начинаю взбивать. Бульон для спаржи тоже закипел. Отправляю спаржу, накрываю крышкой. Варить примерно 10 минут. Пока отвлекся на спаржу, чуть не проворонил желток. Но вовремя успел. Да, что я еще забыл сделать, немного присолить. Пробую на вкус. Все, меня все устраивает. Соус у меня готов. Отправляю его обратно на водяную баню. И просто накрываю крышкой. Ждем спаржу и утиную грудку. Так, ну соус для мяса у меня тоже готов. Через 2 минуты у меня все будет уже готово. Поэтому я его особо уже подогревать не буду. А так, в крайнем случае, можно всегда на секунд 30 отправить в микроволновую печь. Ну вот, 62 градуса достигнуты. И давайте теперь сделаем подачу. Картофель. Спаржа. Пока уберу в сторону. Подготовим утку на чистой доске. Ботанику все уберем. Вот сейчас можно поперчить. И нарежем грудку против волокон. А именно вот так. Да, по поводу какая она внутри. Вот смотрите. Вот именно такую утку я люблю. 62 градуса внутренней температуры. Но опять же, так люблю я. Вы можете делать, как вам заблагорассудится. Ну вот, 5 слайсов для меня и 5 для супруги. Да, и вот это, то что вы видите, это не кровь. Это сок. Отправляю мясо в тарелку. Добавляю немного соуса. И обильно добавляю голландского соуса. Ну вот, в принципе, друзья, и все. Надеюсь, это видео было для вас не очень утомительно. Просто хотелось бы подчеркнуть все нюансы, чтобы вы не испортили хороший продукт. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.